Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке мы продолжаем знакомиться с программой АКЛОН И сегодня мы сделаем одежду для нашего аватара Я останавливаю проигрывание Вот у меня открыта программа АКЛОН Я добавила сюда нашего аватара, которого мы сделали на прошлом уроке И сегодня мы сделаем для него одежду Для того, чтобы сделать одежду, у нас он выделен Мы заходим в материалы И смотрим вот здесь, вот в этой таблице Нам нужно сейчас сделать верхнюю одежду Ищем, где она здесь у нас находится Вот у нас кожа и вот у нас верхняя одежда Я нажимаю на нее Вот появилась текстура нашей одежды Для того, чтобы ее отредактировать, нам нужно зайти сейчас в программу Photoshop Я нажимаю на вот эту вот кнопочку Дважды щелкаю по ней И у меня пошла загрузка программы Photoshop И вот здесь у нас уже открылось окно, в котором есть наша одежда Прежде всего нам нужно снять замочек с вот этого слоя Чтобы мы могли дальше редактировать ее Дважды щелкаю по слою И в этом окне нажимаю ОК Теперь нам нужно выделить нашу одежду Для того, чтобы мы могли ее редактировать Я сделаю немножечко больше окно Чтобы мне удобнее было все это делать Беру инструмент Быстрое выделение И начинаю выделять Только вот здесь я поставлю плюсик Чтобы все дополнительные области, которые я буду выделять Чтобы они присоединялись Итак, вот я зажала левую кнопку мыши И веду по нашей одежде Вот я выделила одну часть Желательно, чтобы вот эти линии тоже все попали в нашу область выделения Иначе у нас здесь появятся дырки Потому что именно эти линии являются швами на нашей одежде Вот так Если что-то не так получилось Значит вот это вот Лишнее нужно убрать Итак, в целях экономии времени я отключила запись И выделила полностью нашу одежду Сейчас я уменьшу, чтобы вам было видно Вот видите, бегают по краю нашей текстуры Такие муравьи Это значит, что мы ее выделили Я предлагаю вам сохранить этот файл в PSD формате Специально для Photoshop Если вдруг вам понадобится что-то менять Чтобы вы могли сразу его достать И не делать некоторые операции по нескольку раз Поэтому я добавляю сюда еще один слой Выбираю любой цвет Вот давайте вот такой зелененький Выбираю инструмент заливка И заливаю нашу текстуру вот таким зелененьким цветом Это на будущее для того, чтобы мы могли потом его редактировать Теперь снимаем выделение Для этого заходим в выделение Отменить выделение И мы видим, что у нас проглядывается нижний слой То есть выделилась не совсем полностью Давайте мы немножко это исправим Для этого берем кисточку С жесткими краями Увеличим и немножечко закрасим То, что нам нужно будет Я хочу, чтобы у нашей одежды были рваные края И короткие рукава Как это сделать? Значит, это делается при помощи маски Или прозрачного слоя Я сейчас добавляю еще один слой Этот предыдущий отключаю А на этом мы немножко подредактируем нашу одежду Значит, я немножко увеличу Я беру инструмент лассо И начинаю вот так вот Делать рваный край Просто щелкаю мышки в произвольной форме Там, где мне нравится Вот видите, чтобы оно было неровное Щелкаю мышкой Левой кнопкой У меня получаются точки Вот такие Вот здесь я выхожу за пределы И вот эта область у меня сейчас отделилась От выделенной Вот потому, что здесь стоит минус То же самое я делаю на спинке Совершенно произвольным способом Нам сейчас важно выяснить принцип А не делать супермодель И теперь сделаем рукава Чтобы легче было найти точку замыкающей линии Я начну вот с этого места Не важно, что они у нас будут не одинаковые Ну и теперь вот это вот Мы тоже удаляем Вот у нас получился рваный край у рукавов Теперь осталось сделать то же самое внизу Вот я так Побольше сделаю Чтоб нам особо много времени на это не тратить Вот у нас получается такой край нашей одежды И вот это вот мы тоже удаляем Если мы сейчас возьмем белый цвет Вот я взяла белый цвет Инструмент заливка И заливаю Видите, какая у нас получится одежда Всю остальную часть мы должны залить черным цветом Для этого мы заходим в выделение Инверсия Видите, у нас выделилась теперь другая область Берем черный цвет И заливаем Вот мы получили маску Или прозрачный слой для нашей одежды Снимаем выделение Заходим в выделение Отменить выделение Вот этот слой нам нужно сейчас сохранить Заходим в файл Сохранить как Ищем папку, в которой мы сохраняли все наши текстуры Вот она Выбираем расширение JPEG Ну пусть это будет верхняя одежда Я назову ее V И 1 Сохранить Вот этот файл я рекомендую вам сохранить тоже В формате фотошопа Если вам вдруг придется что-то подредактировать То вы смело можете уже не делать некоторые операции И так Сохранить как В эту же папку Но Уже Ну пусть она будет диффузная С расширением PSD Сохраняем Переходим в наш iClone Там где у нас появилась текстура Мы нажимаем на нее дважды И нужно добавить сюда Материал То есть наложить текстуру ткани Для этого я ищу папку Где у меня Есть Текстуры Вот ткани Эту папку вы получите Вместе с дополнительными материалами к этому уроку Вот у нас была вот эта ткань Я нажимаю на нее Открываю И видите верхняя часть у нас уже полностью Легла на одежду Аватара Немножечко нужно ее подредактировать Мы вот здесь вот Поставим Можно попробовать 5 И вот здесь 5 Что получилось Вот она получилась такая Более полосатая Давайте немножко меньше Вот здесь 3 поставим Ну вот так мне больше нравится Теперь нам нужно сделать Чтобы у нас были короткие рукава И рваный край Для этого мы возвращаемся к текстурам Вот здесь в прозрачности Нажимаем дважды на вот эту кнопку И ищем тот файл Который мы с вами сделали Вот это файл маска Открываем ее И мы видим что у нас сразу же Наша текстура преобразовалась Вот мы можем покрутить наш аватар И увидим Видите рваный край у нас появился То же самое нам нужно сделать С нижней одеждой Выделяем нашу текстуру Заходим в фотошоп Точно так же Выделяем все это Инструментом быстрое выделение Берем инструмент лассо И делаем рваный край Я делаю на уровне коленей Вот это у нас получается вырезано Снова берем белый цвет Закрашиваем инструментом заливка Но только нужно перейти на новый слой Переходим сюда Окрашиваем инструментом заливка Выделение инверсия Черный цвет И закрасили все остальное Снимаем выделение И сохраняем этот файл Это у нас будет нижняя Одежда И я назову ее Н1 Сохранили Переходим теперь в наш айкон Вот сюда Мы добавляем текстуру Дважды щелкаем по Диффузной карте Добавляем текстуру Снова меняем значение Вот здесь вот на 5 И 3 Эти параметры Меняют у нас повторение рисунка Вот сколько мы здесь зададим Столько оно и будет повторяться Теперь переходим В нашу маску Добавляем ее И вот Штаны нашего аватара готовы Нам осталось добавить ему обувь Ищем где у нас обувь Это находится вот здесь Вот наши Вот у нас есть некоторые образцы обуви Я хочу взять вот эти кроссовки Я выделяю их Дважды щелкаю И они применились к нашему аватару Но мы видим Что сейчас получилось Он немножечко не соответствует Нашему Образу То есть кроссовки у нас Получились синие А все остальное зеленое Это мы тоже можем исправить Поднимаемся к материалу Ищем наши кроссовки Вот они Переходим сюда На диффузную карту Снова заходим В фотошоп Нажимаем на вот эту кнопочку И вот у нас появились Наши кроссовки Этот файл я закрою Я хочу вот это вот голубое Сделать зеленым Как мы это можем поменять Мы возьмем волшебную кисточку Вот нажимаем на вот этот треугольничек И у нас появилась волшебная кисточка Подносим К той области Которую мы хотим выделить Вот она И шнурки нам нужно выделить Все синие части Снимаем замочек С нашего слоя Иначе он не будет редактироваться Заходим в изображение Коррекция И цветовой баланс И тут нам нужно сделать Немножечко Зелеными Наши кроссовки Чтобы они лучше гармонировали С одеждой Вот я двигаю вот эти бегуночки Чтобы у нас получилось То, что нам нужно Сейчас попробуем Сделать примерно тот цвет Который Нам подойдет Ну, в общем Здесь может быть Более тонкая настройка Давайте пока В целях экономии времени Не останавливаться Особо на этом Пусть будут Вот такие вот зеленые Я нажимаю Кнопку ОК Снимаю выделение Вот у нас получились Уже зеленые кроссовки Сохраняем этот файл В нашу папку Тоже с расширением JPEG Поскольку это кроссовки Назовем их К Вот так Переходим в программу iClone Дважды щелкаем По нашей текстуре Ищем Где мы ее сохранили Вот наши кроссовки И применяем И видите Вот они у нас Применились Еще хочу Обратить ваше внимание На следующее Вот если мы Приблизим нашего Аватара Видите Вот тут у нас На ткани Образовались Как бы дырки Для того Чтобы от них Избавиться Нам нужно найти Кожу Вот этого места На аватаре Для этого Мы ищем Вот она Берем вот эту текстуру Снова заходим В фотошоп Здесь нам нужно Вот это вот место Закрасить черным цветом То есть Делать маску Для этого Я добавляю Новый слой Беру инструмент Кисточка С черным цветом И вот это место Закрашиваю Вот я думаю Этого будет достаточно Теперь добавляю Еще один слой Ставлю его Под черный И заливаю Белым цветом Вот выбираю Белый цвет Заливка И вот у нас Появилась Новая маска Я ее сохраняю В ту же папку Где у нас Собраны Все наши Дополнительные материалы Вот Расширение JPEG И Напишем Что это тело Пусть это будет Т Сохраняем Переходим В наш Iclone И ту текстуру Которую мы Только что С вами создали Добавляем Вот сюда Дважды щелкаем По этому окошку Вот наша текстура И нажимаем ОК И видите Наши дырки Теперь пропали Вот это тот результат Который Нам нужен был Итак В сегодняшнем Видео уроке Мы с вами Разобрали Основные принципы Создания Одежды Для Аватара В Iclone На этом Наш урок Окончен Всего вам доброго До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok